Музыка Накануне в Барановичах прошли торжественное мероприятие в честь 74-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Музыка 7 июля медицинская общественность отмечает Единый день здоровья, который посвящен профилактике алкоголизма. Пресс-конференция на эту тему была организована в Зональном центре гигиены и эпидемиологии. Музыка В Барановичском регионе в этом сезоне подготовлено 9 зон отдыха. Купаться разрешено на озере Кати водохранилище Мышанка. Городские озера Жлобинское и Светиловское носят ландшафтный характер и для купания не предназначены. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Вести Барановичи». Накануне в нашем городе прошли торжественные мероприятия в честь освобождения Барановичей от немецко-фашистских захватчиков. Руководство города, представители предприятий и общественных организаций, военнослужащие и ветераны войны и труда возложили живые цветы к памятнику воинам-освободителям. Жители Барановичей помнят тех, кто погиб в боях за Отечество. Подо мной установившиеся традиции, в день освобождения нашего города от немецко-фашистских захватчиков, к обелискам и братским могилам, вечному огню приходят люди, чтобы отдать дань памяти и вспомнить события далекой Великой Отечественной войны. В июне 1941 года Барановичи были оккупированы немецко-фашистскими войсками. Концлагеря в ближайших деревнях, Барановичское гетто, массовые расстрелы, угоны в Германии. Летом 1944 года в Барановичи была подтянута свежая танковая дивизия. Противник оказывал в течение четырех дней ожесточенное сопротивление. Но советское командование в ходе операции «Багратион» осуществило обходной маневр с севера кавалерийскими соединениями, а с юга – общевойсковыми и механизированными. В результате войсками 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Советского Союза Рокоссовского, партизанами Барановичского и Минского соединений, группировка противника была разгромлена. И к утру 8 июля город был освобожден за мужество и героизм. 28 воинских формирований были удостойны почетного наименования «Барановичских», 18 награждены орденами. 8 июля 1944 года стал точкой отсчета новой мирной жизни Барановичей. В центре города горит вечный огонь, над пламенем которого на гранитной стыле высечено. Храбрым бойцам и командирам 65-й и 28-й армии 1-го Белорусского фронта, партизанам, освободившим город Барановичи от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня мы, как молодежь, очень рады тому, что живем в таком ярком, красивом городе, в котором можно и получить образование, и хорошо провести время, и замечательно заниматься спортом. Поэтому хочется сказать спасибо нашим дедам и прадедам за эту замечательную победу и поздравить родной город Барановичи с Днем Освобождения, с праздником. 8 июля еще один повод вспомнить тех, кому мы благодарны за мирное небо над головой. С Днем Освобождения, Барановичи! Уважаемые телезрители, 14 июля с 9 до 12 часов состоится прямая телефонная линия с заместителем председателя Брестского областного исполнительного комитета Андреем Анатольевичем Клецем по вопросам оказания услуг населению, бытового обслуживания, торговли, придорожного сервиса, защиты прав потребителей. Волнующие вопросы можно задать по телефону в городе Бресте 8 0 162 21 31 21. Привлечь внимание населения к проблеме пьянства и связанных с ним негативных последствий, а также поднять престиж здорового образа жизни, цель проведения Всемирного дня профилактики алкоголизма, который традиционно проводится в июле. Пресс-конференция на эту тему была организована в Зональном центре гигиены и эпидемиологии. Многие люди не видят ничего плохого в том, чтобы употреблять алкоголь каждый вечер, выходные, дни или в праздники. При этом мало у кого из них есть чувство меры и сила воли. Начиная с одной рюмки, они уже не могут остановиться и совершенно забывают о том, что алкоголь – причина многих болезней, дезисциплинированности, загубленных талантов, бессмысленных конфликтов и бедности. Из-за алкоголя происходит 50% аварий, 30% самоубийств, 80% смертей от рака полостерта и пищевода. Потребление алкоголя имеет не только глубоко идущие медицинские последствия, но затрагивает практически все общество, каждую семью. Если есть в семье или среди родственников, знакомых, человек, который страдает от алкогольной зависимости, если употребляет алкоголем, это прямо или косвенно сказывается на его окружении и может привести не только к тяжелым медицинским последствиям, связанным с развитием заболеваний, но и к социальным последствиям. К сожалению, много у нас и несчастных случаев, и травмы, и разных вот таких вот неприятных моментов, когда люди безвременно уходят из жизни, в основном они связаны с употреблением алкоголя. Исследования показали, что вероятность родить здорового человека у пьющих в 15 раз меньше, чем у непьющих. Смертность у детей, чьи родители увлекаются алкоголем, в 5 раз выше, а болезненность выше в 3,5 раза. Речь идет всего-навсего о пьющих людях, а вовсе не об алкоголиках. Наркологи отмечают, что алкоголь, как наркотик, врезен для организма во всех видах и в любой дозе. Зависимость от алкоголя развивается постепенно, то есть за один день, естественно, алкоголиком стать нельзя. Но каждое потребление, злоупотребление алкоголем на один маленький-маленький шажок приближает человека к зависимости. Вот у нас за 6 месяцев текущего года уже выявлено 254 человека, которые страдают зависимостью от алкоголя. Эта цифра незначительно отличается от прошлого года. Буквально 1-2 человека в прошлом году было больше. А также у нас выявлено 5 человек, которые вследствие злоупотребления алкоголем заболели алкогольными психозами, и им потребовала серьезная наркологическая и психиатрическая помощь. 188 несовершеннолетних состоят на профилактическом учете в Барановском межрайонном наркологическом диспансере. Это те, кого ранее доставляли в организации здравоохранения из-за злоупотребления спиртными напитками, либо задержанные милицией во время распития. Основная масса была замечена однократно – 131 человек. Тревогу правоохранителей вызывает ситуацию с употреблением контрафактной продукции. За 6 месяцев 2018 года с незаконного оборота было изъято 11 463 литра фальсифицированной алкогольной продукции. Если сравнить это с прошлым годом, то в прошлом году за 6 месяцев было практически в два раза меньше. Значит, сколько было составлено протоколов за нарушение алкогольного заказа в этом году – это 184 протокола. Это также больше, чем в прошлом году. Повторюсь, это к сожалению. У нас люди почему-то стали пить или приобретать фальсифицированный алкоголь больше, чем в прошлом году. Каждый пятый мужчина в Беларуси умирает по причине, прямо или косвенно связанной с употреблением алкоголя. Наиболее высоко уровень отмечается среди мужчин в возрасте 45-65 лет. С последствием употребления алкоголя часто сталкиваются работники городской спасательной станции. За полгода в Брестской области утонуло уже 26 человек. Из них один ребенок. Ну и по Брестской области, конечно, если брать, то здесь получается 70% утонувших находились в состоянии алкогольного опьянения. В нынешнем году утонуло 4 жителя города Барановичей. Трое из них находились в состоянии алкогольного опьянения. Для лечения прежде всего необходимо желание самого пациента, а не его близких или родственников. Необходима полная переоценка жизненных ценностей, тесное сотрудничество с медицинским персоналом. Особо хочется отметить, что любую информацию о соответствующей направленности можно получить анонимно. Сделать это можно в Барановичском межрайонном наркологическом диспансере. С 10 июля начинается выдача сертификатов по централизованному тестированию. Абитуриенты, проходившие испытания на базе Барановичского государственного университета, смогут забрать бланки в здании культурно-творческого центра по улице Войкова, 21. В Барановичском регионе в этом сезоне подготовлено 9 зон отдыха. Купаться разрешено на озере Гать и водохранилище Мышанка. Городские озера Жлобинска и Светиловске носят ландшафтный характер и для купания не предназначены. Близи этих водоемов можно только загорать, напоминают спасатели санитарной службы. В теплую погоду хватает желающих провести время у воды. Ведь всем известно, что водоемы являются естественными аккумуляторами как тепла, так и прохлады. Рядом с ними температура воздуха пусть не намного, но ниже. Да и окунуться всегда есть возможность. В Барановичском регионе есть где провести жаркие летние дни. Это 9 зон отдыха. За их санитарным состоянием следят специалисты Зонального центра гигиены и эпидемиологии. В 2018 году решением исполкома в Барановичском районе утверждено 6 зон отдыха на водохранилище ГАД и 3 зоны отдыха в городе Баранович. Это на водохранилище Мышанка, озера Светиловска и Жлобинска. В свою очередь хочется отметить, что озера Светиловска и Жлобинска являются водоемами ландшафтного характера и для купания не предназначены. В свою очередь в Барановичском районе центра гигиены проводится постоянный еженедельный мониторинг с июня по август месяц за состоянием зон отдыха, который включает в себя контроль за содержанием территории, соединенности, проведением покоса, сорной растительности, содержанием общественных туалетов, так и за содержанием и состоянием объектов розничной торговли. Отдельное внимание уделяется качеству воды водоемов. На сегодняшний день еженедельно отбирается вода из водоемов, водохранилища Мышанка и Гать. И все отобранные пробы соответствуют по микробиологическим показателям. И купание в водоемах не запрещено. Перед началом летнего сезона водолазы обследовали и очистили от мусора дно акватории на озере Гать и водохранилище Мышанка. Ответственная служба навели порядок на территориях зон отдыха вблизи водоемов, где необходимо было отремонтировали и установили новое оборудование – скамейки, беседки, теневые навесы, санузлы, контейнеры для отходов. Также Бараминский знальный центр предупреждает, что купание в водоемах, являющиеся неорганизованными местами отдыха, на которых не оборудованы общественные пляжи, спасательные посты, не проводится контроль за состоянием воды и содержанием территории, является небезопасным для здоровья населения. Лето в самом разгаре, впереди еще много жарких дней. В зной люди приезжают на водоемы, чтобы остудить тело и душу, повеселиться, загореть и развеяться. Но отдых у воды должен идти только на пользу и здоровье. Поэтому ведите себя цивилизованно, будьте осторожны на воде и не оставляйте после себя мусор. Госавтоинспекция с 10 по 16 июля проведет республиканскую акцию по контролю безопасной перевозки детей, ребенок, главный пассажир. Цель акции – предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Сотрудники ГАИ будут уделять повышенное внимание водителям, которые игнорируют использование ремней безопасности и специальных детских удерживающих устройств при перевозке маленьких пассажиров. Будут проводиться и массовые профилактические мероприятия по пропаганде безопасного поведения водителей и детей на дороге. В январе-июне на дорогах Беларуси в 163 дорожно-транспортных происшествиях погибли 12 несовершеннолетних, 9 погибших детей были пассажирами. Это все новости на сегодня. Всего вам доброго. До свидания.